сейчас ребят должно быть все нормально сейчас у меня ребенок даст еще мне свой интернет вдогонку спасибо большое удачи спасибо так кнопку да у меня есть честно это очень отвлекает мне сейчас идет двойной интернет и все равно идет перебой я смотрю что у меня все равно идет сбой сбой сети не знаю насколько получится это все записать у меня хорошо эфиры идут получается только в закрытом клубе тишинька вот без этого сейчас подтормаживает да давайте попробуем что и что будет то будет хочу похвастаться таким вот розочками это вчера с сыном с младшим была определенная ситуация я ему сказала я говорю любовь говорю это не слова любого это действие и он сегодня из школы пошел с ним на школу я встретила пошли музыкалку и он сбегал купил мне букет цветов перед это же действие да это действие но ваших вопросов ребят я не вижу я вообще не знаю что будет с этим эфиром все насколько он сохранится может быть мы его перезальем с вк я пока не знаю как как это все будет действовать потому что я не вижу на ю тубе себя я не вижу ваших вопросов но я тогда давайте быстренько расскажу одну тему потому что я не вижу ваших вопросов ребят правда мне видимо подтормаживает настолько вот эта связь я не знаю будет ли в записи это но будет так будет нет так нет вот и у меня тут вопросы дают ребята возможно ли свой мозг вылезти на другой уровень осознания то есть что такое на другой уровень осознания это когда человек что-то например не запоминает или ведет себя так как потом наделает рефлексии и у него он думает ну блин ну почему вот так вот было если я вот это знаю это знаю тут тут мне нужно было сделать по-другому здесь по иному и вот эти вот моменты происходят но у нас есть особо нейроны и нейромедиаторы такие как нор и пинаферин вызывающий защитный механизм в нашем мозгу когда мы чувствуем что наши мысли наши какие-то действия необходимо защитить то есть когда мы когда вы когда кто-либо из вас попадает в какую-то ситуацию и и он чувствует что вот это высказывание это действие она настолько хрупко в его мире что он пытается его как бы огородить за защитить и в голову в коре головного мозга дается определенный сигнал и если чье-либо мнение отличается от нашего в мозг поступают те же химические вещества которые обеспечивают наши наши чувства наше выживание в опасных в опасных ситуациях и в этом защитном состоянии примитивная часть мозга вмешивается в иррациональное мышление и лимбическая система она может блокировать нашу рабочую память рабочая память это когда мы четко знаем что мы хотим мы четко знаем куда мы идем что нам ответить но в такой ситуации как будто знаете бывает вот такое состояние что ты как будто бы парализован парализован и вроде бы знаешь как себя вести в состоянии влюбленности очень часто такое бывает в состоянии тогда когда ты чувствуешь себя с человеком как-то как-то по иному и хочешь ему себя преподать с более лучшей стороны наверное так это можно назвать и вот это вот состояние оно вот так вот переплетается получается как бы блокирует и наши физические высказывания они ограничивают мышление вот это вот наша физика которая вот это вот сдавливает оно ограничивает наше мышление и да да бывает и можно видеть например при запугивании при азартных играх или когда кто-то применяет упорство в споре в таком состоянии мозг не способен обработать данную идею он как будто бы как блокируется и на нейронном уровне он воспринимает ее как угрозу даже если это безобидные факты или высказывания это как раз то что происходит у нас в голове но когда мы выражаем себя и наши взгляды ценятся другой говорит ооо ты там молодец ооо ты там вот это сделал то уровень защитных веществ в мозгу он снижается и передача дофамина активирует нейроны поощрение и мы ощущаем свою силу и уверенность и когда мне кто-то говорит я там себя не вижу я себя недолюбливаю я не понимаю как быть это действительно происходит это действительно происходит на химическом уровне нашего нашего тела наших нейронных связей и чтобы вот это состояние облегчить либо его убрать конечно это просто сказать там ну все в мире любовь все в мире замечательно вот все в мире вот так так и так но бывает такое что ты это все знаешь ты это все понимаешь но когда случается вот эта ситуация у тебя происходит раз за разом вот этот вот стопор раз за разом ты говоришь не те вещи которые хотел бы сказать раз за разом делаешь те действия которые которые не готов был делать ты знаешь что делать ты знаешь что говорить ты знаешь как себя вести но вот это все равно случается и это случается это случается за счет того что вот эти вот все наши нейромедиаторы они они базируются они соприкасаются они сходятся друг с другом на фоне белковой базы на фоне того белка который есть в нашем организме и что такое белок ведь посмотрите сколько нам про него говорят сколько нам говорят про этот белок что как он полезен как его нужно кушать сколько его в каких он продуктах и много-много всего но ребят почему-то очень мало говорят о том что причем это вполне открытая информация что 80 процентов белка 80 процентов белка он он производится через мозг через наш головной мозг 80 процентов белка это та норма при которой мы можем абсолютно нормально существовать через голову производится белок и вот когда мы поглощаем белок не свой это может быть из мяса это может быть из растений растительный какой-то белок это может быть даже модифицированный белок и я сейчас не про хорошо и про плохо я просто про то чтобы вы понимали как это работает а насколько для вас это хорошо и приемлемо это уже будете выбирать только вы это ваше тело ваш выбор и ваш путь и когда мы поглощаем белок не из себя а из каких-то других источников из иных источников то на фоне этого белка на белок к нам при приходит активируется это благодатная флора для любых бактерий то есть любые бактерии они активизируются на фоне белка белок без жидкости не может быть то есть наш белок он сопоставим с нашей жидкостью организма с той жидкостью которую производит наше тело а наше тело производит достаточно много жидкости ежедневно но когда мы принимаем чужой белок то мы принимаем как правило другую жидкость это может быть в виде воды в виде чаев в виде супов и даже в виде каких-то напитков соков газировок возможно даже спиртного хоть чего и вот на этот белок который не наш на него базируется все что не наше на него базируются те так скажем те болячки назовем их так по мультяшному да те болячки которые наше тело бы не произвело наше тело бы их даже бы не увидела не почувствовала и они были бы для него чужеродными но на чужеродный белок эти болячки спокойно приземляются и на чужеродный белок спокойно приземляются чужие мысли потому что вы же можете тоже понять да что мысли они в принципе не наши человек спокойно может жить без мыслей что такое мысли вот представьте себя в комнате и в этой комнате вы можете отслеживать какие-то действия которые вы делаете а можете отслеживать мысли которые приходят но если вы можете отслеживать действия то вы не ум а если вы можете видеть мысли то вы не мысли, представляете, насколько больше вы, но более глубоко, и мы это с ребятами разбираем в клубе, потому что я не знаю, насколько актуально этот разбор здесь, и когда ты освобождаешься от чужеродного белка, то твой гормональный фон, он начинает работать по-иному, но первое время тебе очень тяжело с этим быть, потому что ты как будто остаешься в пустоте, ты остаешься в этой пустой комнате, у тебя нет привычных мыслей, твои они или не твои, это то же самое, что когда ты долго-долго время, всю свою жизнь находился в социуме, где много людей, где смех, где там какие-то тусовки, там еще что-то, и вдруг тебя всего этого лишили, ты привык к этой социальной возне, а тут тебя раз, и всего этого лишили, и тебе становится, сначала ты вроде как бы отдохнешь от этого всего, а потом становится неуютно, потом ты становишься, что ты чувствуешь себя каким-то одиноким, и как раз, как раз вот в этом состоянии, ты начинаешь быть по-другому, ты начинаешь быть не собой, потому что тем, кого ты знал, он пропадает, а тот, кто появляется, ты с ним не знаком, и ты не знаешь, как, мало того, что не знаешь, как с ним познакомиться, так ты еще не знаешь, где ты находишься, если все это у тебя отпадает, уходит, и это первая стадия отрицания, когда мне очень часто ребята говорят там, ой, да мы это все уже прожили, у нас это все уже было, у нас все вот это, я ни в коем случае не буду ни с кем спорить, потому что это всегда ваше состояние, но я могу сказать, что ваш белок начнет у вас активироваться не ранее, чем через 20 дней и иного, иного питания, иного воздержания, а до этого вы будете в тотальной пустоте, в тотальной пустоте и непонимания самого себя, кто я и где я, и когда мы убираем вот эти моменты, то дофамин мы вырабатываем другими, моментами, холодной водой, литературой, которая ломает наш мозг, спортом, я бы даже сказала, наверное, больше физкультурой, потому что спорт сейчас все больше ассоциируется с таким тяжелым, с тяжелыми весами, нет, это не тяжелые веса, это именно занятие со своим весом, и тогда у нас наступает другая жизнь, как бы это не звучало, но оно так и есть, ребят, не знаю, нет вопросов, я вижу, что на ютубе картинка так и не возобновилась, давайте, если этот эфир получится сохранить с картинкой, то мы его обязательно выставим, а если не получится, то, наверное, проведем еще потом когда-нибудь в следующий раз дополнительно. Я всех благодарю, всех обнимаю, и даже очень приятно, что некоторые, не видя картинку, все равно это слушают, Операции ночью в одной и самой сцены голос